Меня зовут Аким Раимович. Тренируюсь и преподаю все это в Болгарии, в бразильском жужжуце. У тебя есть филиалы и здесь в Москве, и в Киргизии. Бразильским жужжуцем занимаюсь последние 10 лет. Черный полз я поручил от Родриге Кавака. Бразильский жужжуце перешел из самбо. Все же без нее никак. Очень долго перестраивался, но в итоге понравилось. То есть есть свои очень хорошие плюсы этого вида. И дополнение к тому, что самбо это было бы идеально. У нас есть очень интересная задумка именно. Самбо немножко добавил элементы джиу-джицу, что в принципе наши санбисты там и отстают. Я надеюсь, что это будет все поднимется в хороший уровень и будет составлять хорошую конкуренцию в Западе. Спасибо большое, что все пришли. Все готовы? Да! Молодцы! Ну да! Молодцы! Начнем с позиции… Как уходить вот саме? Когда мы закатываем локоть внутрь Ставим локоть вниз Это самая большая ошибка Здесь сломаете локоть Это основные ошибки, которые делают Никогда не ставьте локоть вниз Хорошо Теперь что делаем? Спокойно Локоть ставим вниз Сделаем шаг левый назад Сюда Уходим И в него Хорошо? Влево и вправо Спокойно А потом я скажу, где будут основные ошибки Руки между тазом его Шаг в сторону И в него Хорошо? Попробуем? Поехали Сейчас посмотрим Где основные ошибки Смотрите, у всех основные ошибки делают Как делаем креветку или как она? Хипский То есть большинство делает вот так Он никогда мне не даст сделать это Потому что я толкаю его Он мне прижмёт Он мне прижмёт И у меня конюк Хорошо? Что? Не торопимся, ребят Мне мешает вот этот локоть Хорошо? Прижим Вот этот локоть Что? Я почему сказал Сделайте шаг Чтобы научиться Потому что Все будут делать вот так Это первая ошибка То есть мы прижали вот так Что если этой руки не будет до его таза Он будет меня прижимать Вот зажми Вот и колено идут Я никак его не смогу контролировать Если она будет здесь Заходи Уже эта часть Скажем, у меня есть секунда-две Чтобы я засунул сюда колено Хорошо? Теперь не прыгаем вот так Не получится А зашагнул и ушёл Хорошо? Да Теперь ещё Вот до этого момента поняли, да? Где ошибки То есть не прыгаем, ребят Сейчас не надо прыгать Потому что не получится и в самой борьбе То есть То есть она придёт Но чуть попозже Сейчас делаем шаг В реветку И сюда Теперь смотрите Ещё одна ошибка Это вход с коленом Все Вот этот Вот такой Вход Когда все делают У вас колено зажато Зажми тазу Скажем Он всё равно пройдёт Меня Видите У меня колено зажато Я так не смогу колено вытянуть Теперь смотрите Когда мы её делаем Раз Два Я его держу вот здесь Зажимай Он не сможет зажать меня У него открыты руки И всё такое И То есть Смотрите У меня колено открыто немножко Не надо его вталкивать вниз Если он зайдёт Он тазом Его спина сильнее Он мне ногу сломает здесь Я не смогу пройти Мне надо будет там Веселиться И Изводиться из себя Чтобы что-то сделать Чтобы этого не случилось Что делаем То есть Два движения Пока руку сюда не суём То есть Эта часть другая Пока стоим здесь Спокойно Шаг сюда Уходим И вот здесь Не вхожу в него Вот здесь она стоит Далеко Рука выпрянута Хорошо Вот до сюда И как мы эту ногу заводим Смотрите Руку Держи Держи Эта рука идёт Под колено ему Хорошо И вот И вот теперь Вытаскиваем Её проталкиваем Потому что Вот так Она не вылезет Тут я ничего не смогу сделать Он меня атакует Это мёртвая нога Я ничего не смогу сделать Поэтому Для того Чтобы этого не случилось Надо Раз Два Три Видите Где он Заходи Не сможет зайти Тяжело ему А здесь Выходи Прямо сверху На четвёрку Просто Засядь Здесь Она Я не могу Поднять Таз сильный Назад Ну вот здесь Смотрите Разница Небольшая Далеко Здесь я уже Контролирую Его движение Хорошо Теперь Дальше Как проходит Вот эту руку Ему Под подбородок Хорошо Сейчас 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 мы будем это делать Я посмотрю Какие ошибки Руку Под подбородок Вот это колено Вот сюда И ему На плечо Теперь Если Я стою В такой позиции Он Вот смотри Какого массивного Он никогда не сможет Никого из вас Зажать Потому что У вас Все Три точки На земле Закрывали Слишком Слишком Его Этот Таз То есть Мёртвый таз Он никак не сможет Пройти Вашу Вашу Защиту Теперь Садись Вот сначала Закрываем Раз Шаг В сторону Сюда Ногу Под На плечо И теперь Смотрите Не вталкивайте Колено А вытащите Ее И вот так Хорошо Колено Не надо Заталзывать Еще раз Ставим Руку Раз Два Три Вытаскиваем Нугу И вон туда Хорошо Не надо Проходить Колено Пройдете Колено Вас закроют И он опять Пройдет Хорошо Давайте Еще раз Продолжение следует Сейчас Посмотрим Как Работает Рука Здесь Я почему На нее хочу Чтобы вы Внимание Обратили Очень много Ошибок Здесь хватает Или наоборот Она здесь Теперь смотрите Давайте Играем С этой позицией Мы играем Теперь смотрите Я видел Были моменты Вот такие Рука Стоит здесь Здесь Или вот так Толкать Толкни меня Головой Он прижмет Мою руку То есть Нету сил Он на кисть Надавит Спина здоровая Скажем Ни у кого Таких рук Нету Чтобы Оттолкнуть Или Очень тяжело Будет Что Видел Еще Ошибки То есть Эту ошибку Не делай Не стоит Были еще Ошибки Когда хватаются Здесь Это тоже Неправильно Да Как только Делают Он потолкнет И она Нет Просто Толкни Ты напрягаешь Вот Небесно Просто Протолкни Сюда 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 Она улетит Захваток Нету Здесь Ее держим Вот Ключицы Очень удобное Место Пальцы Здесь Вот эта часть Она стоит Под Артерией Артерией И мы Держимся Вот Он не туда Я так Толкни Он туда Не сюда На меня Просто Тело Да То есть Стоим И контролируем Ничего с вами Не случится То есть он полностью Открыт Можно Атаковать руки Ноги И все И все Если Остан Ее Здесь Толчок Пойдет Туда Я улечу Или же Наоборот Если Она Стоит Здесь Просто Просто Назовисть Она Просто Назовисть Хорошо Поэтому Держим Вот Здесь Сейчас То же Самое И То же Самое Руки Ставим Отсюда Хватаем Сразу Здесь Шаг В сторону Пошел Закрыт Теперь смотрите Еще момент Ребят У всех Рука Стоит Вверху Колена У него Спина Очень сильная Зажми Меня Вот Толкнет То есть Он может Меня потом Достать Или там Другим Моментом Но если Локоть Если Локоть Поставить Под Колено И держать Здесь Зажимай То есть Ничего Ничего Постоянно Контролируйте Его движение А все Что он Делает Будет Там Как только Поднимает Таз Открывает Ноги Загружает Руки Открывает Все Все позиции Для атаки Хорошо То есть Смотрите Захват Здесь На ключице Под ним Тогда Колено Вытаскиваем Под колено Все И Скажи Его тяжесть Просто снимается Он Атакует Он Устает А вы Отдыхаете И Контр Атакуете Хорошо Еще Чуть-чуть Готовы? 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 Когда пытаетесь сделать креветку Все делают вот так. Раз и опять. И лопатки вы кладете на землю. Нельзя так делать. При любом положении, если даже я далеко иду и сяду на лопатку, он пройдет мою защиту. Хорошо? Ребят, как бы ни получилось, получится, прием не получится, всегда стоим. Раз и наоборот. Хорошо? Вот тут теперь можно. Даже если он атакует, я его толкаю руками. Еще чего-то. Много чего получится. Но, когда лежу на спине, и на спину. Тут я готов. Меня, скажем, зажмут, пройдут защиту, сломают ногу или еще чего-нибудь. Поэтому никогда на спину в этом положении. На спину надо ловиться тогда, когда вот я ушел, раз, закрыл, прошел и вот тут на спину. Вот теперь, да, играем, атакуем, боремся. Вот тогда в этом положении. Я прошел и ушел на спину. Все, у меня движения закрываются. А когда я здесь, он меня обходит от этой стороны, а я его толкаю тот же самый. И мы играем. То есть, сокращаю, я сокращаю дистанцию, а он крутится вокруг меня. Теряем ногу сил. Хорошо. Сейчас. Еще один фокус. Но, мы его до конца не доведем. Можете ли, в эту, в спину? По праву, как ноги, в спину, вот так не берем. Меня все равно задушит. То есть, скажем, для того, чтобы защиту эту сделать, надо пальцами уходить одну сверху, другую снизу. И вот прижать ее. Хорошо? Держи, возьми обе руки. Так, ноги. Ну, и обе руки. Обе руки, да. То есть, вот так тоже нельзя делать. Я одну руку его сверху держу, другую, другую держу. Потому что он отпустит ее, закинет и запустит ее. Хорошо? Да. То есть, держу. Это как? Для информации. Всегда. То есть, да, естественно, когда он уже зажал, надо открыться. Факт. Но так стоять нельзя. Это очень опасная позиция. Могут сразу удушить. Есть резьба. То есть, немножко открыл, завертел, палец в него и все. И вот тут уже мы можем поворотся. Хорошо? Дальше там уже многие варианты. Это уходим сюда. Вот в этом варианте это как в IBJJF или там другие. Для, как сказать, для баллов это хорошо. Но эффективности нет. Особенно для грэпплеров, да. Вот тут уже опаснее. Хорошо? Пускай. Тут отсюда легко уходить. Там взвертелся, открыл, ушел. Эта рука, она снизу попадает. Душить ему придется очень тяжело. Поэтому вот. Дальше другие фокусы. Но я дожду. Прямо не понимать. Очень, очень важный момент, ребят. Когда вас душат, открыли, один палец сверху, другой снизу. Хорошо? Вот так мы стоим. Вот. Растянут, удушат. Смотри, какина спина у него. Поломает меня, скажем, на сэндвич. Поэтому, ребят, руки сверху и снизу. Вот тут уже игра. Даже если он эту руку сверху возьмет. Не, не снизу, снизу. Там подавлю. Вот сюда. Нет, возьму вот здесь. Мою рукой. И насчет играть. То есть он отрывает. Вопрос не будет. Я еще добавим. Прижимаем к себе. И дальше начинаем играть. Хорошо? То есть мы сейчас этот момент не будем проводить. Это очень много времени. Там много деталей, которые надо будет по ступенькам проходить. Здесь просто для идеи вам. Как только вам берут спину, открыли, закрыли. Закрыли ту часть, которую сверху. Закройте эту, вас удушат. Хорошо? Ту, которую сверху. Внимательно открыли. Внимательно сюда душу. Да. Спокойно. Спокойно. Смотрите, ребят, закрыли, прижали. Но прижали и эту руку. Потому что, особенно в грэплинге, она всегда работает. Она убирает. Вот тут я не смогу его держать. Открой. Вот если я здесь держу сверху обе, даже в грэплинге. Забираю руку. Играем. И сыграем. Он далеко не уйдет. То есть можно побороться и атаковать его ноги и убежать. Хорошо? Сейчас. Немножко поборемся. Готовы? Да. Давайте по парам. Ну как, Морозов, ты выучил ухода из сайт-контроля? Мне запрещают бороться по моим правилам. А ты не умеешь хиллхуки делать? Хиллхук? Да. А это что-то с руками, да? Хиллхук? Это скрутка. Ну ты же не делаешь. А-а-а. Ты и так легально всем пиздал. Чтобы Морозова не знать, он же легенда. Сам был мифий. Сам был мифий. Хорошо. Аким, ну сегодня показывал достаточно современную концепцию ухода из сайт-контроля. Вот, ну реально, мало кто показывает ее в Москве, почему-то, на удивление. Но это достаточно современная концепция. Откуда она у тебя? Ну, ее в принципе очень, я бы сказал. Не так, не так. Ага. Надо сказать, я посмотрел на Бежеже Фрикс. Блин, у человека черный поезд. Я посмотрел на Бежеже Фрикс, и мне очень это понравилось. Я просто чуть-чуть доработал ее. Нет, ну сейчас абсолютно серьезный вопрос. На самом деле, скажем, вот именно партер гарда в Болгарии ребята очень хорошо разводят. То есть они очень смотрят за этим. И вот эта часть там здорово развита. Макс, ты понимаешь структуру этого мероприятия? Глобальное мероприятие. Очень часто у нас получается, я взял жертву, начинаю душить, а он блокирует, закрой руку. Вот тут я не смогу его задушить. Хорошо? Это в гиб. Пока отдыхаем, сейчас еще бороться. Я не могу задушить сильный, накинуться на мои руки и все, душить не смогу. Открываем гард и поднимаем таз вверх. Вот сюда, сюда, лучше. Хорошо? Сейчас видел этот момент, все начинают закрываться, и особенно те, которые в кимоно были. То есть здесь стандартную душу раз, закрыл, вот закрыл, задушил, да? А если не получается, вот закрывается. Открывает. Закрывает. И начинает тянуть, и от этого толк не получается. Хорошо? Никак не получится стандартную душу. Открываем, раз, блокируем таз и просто поднимаем. Его задача, он тянет гнись, сам себя душит. А я просто таз вверх. Я просто вверх. Этим сам, сам себя душит. Сейчас момент увидел, никто не сделал. Я тоже не сделал. Сейчас я спорю. Ладно, еще одна пара игрок. Готовы? Поменяемся? Да, поменялись. Сейчас пока отдыхаем, ребят. У молодых ребят есть такие, так же базовые проблемы на колене. В треугольниках. То есть, когда я держу вот так, закрой руку сзади, не тянем за ногу, сломает себе сразу ахилл. Это же ахилл назывался, правильно? Борозов. Нет, скрутка стопы будет. Скрутка стопы, вот. Он мне сказал, гальнастоп все сломайте, ребят. Никогда не тяните здесь, это самоубийство. Хорошо? Взяли. Футлок готов. Да, сам себе футлок, Миш. Берем. Можно отпустить эту ногу, она не нужна. Вот взяли, мы блокируем, ему плечо никак не встанет. Встань. Встань. Никак этот плечо не поднимет, а то, что он таз поднимает, это не страшно. Хорошо? Взяли за ногу, закрыли плечо. Если даже он блокирует эту ногу, она не страшна. Мы крутимся, и она закрывается. Теперь, если... Когда закрываем здесь, сейчас. Когда закрываем здесь, пальцы поднимаем вверх. Если стоим здесь, Эльшан отдыхает. Есть нагрузка? Нет. Смотрите разницу. Если мы пальцы поднимем вверх, он сам себя задушит. Так очень тяжело с ним играть. У некоторых ребят руки сильные, и начинают биться, и никак не получится. Но если мы закрутим пальцы вверх, начинается очень сильное давление на сонную артерию. Хорошо? Еще момент. Ребят, были вот такие моменты. Держим. Эльшан с этой стороны. Вот он меня почти закрыл на сайт контроль. Правильно? И все пытаемся уйти сюда. Нельзя, ребят. Вот пока он меня держит, что нужно делать? Надо взять одну его руку. Эльшан такой. Никак не... Как только он идет вверх, я в этот... Нету баланса. Если он меня держит здесь, это не страшно. Вот. И сзади, 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 сзади. Вот. И все. И начинаем играть. То есть тут в два направления. Если он сейчас атакует... То есть... Сейчас, не сильно, чтобы поняли. Если я его толкаю, он начинает уходить туда, атакует меня, скажем, закрывает таз. То есть можно... Ну, нельзя закрываться. Я... Можно очень легко вытолкнуть. Но, если получилось, что он начинает атаковать сюда, уходим... Под вышку просто вытолкнуть, так же не останавливается. Просто не надо. Еще раз. То есть зависит от направления его атаки. То есть если он атакует сюда... Теперь смотрите еще один момент, ребят. Вот эта нога, если я буду лежать здесь, он меня перешагнет. И все. Назад. Поэтому эта нога, она всегда стоит здесь, перешагивая. Перешагивая не будет. Если он зайдет так, он в опасности. Ноги свободны, руки свободны. Поэтому таких ошибок большинство делать не будет. Стоим здесь, атакует ногу, не торопясь, переводим ее сюда. Вот она ушла, ушла. Ясно? Надо сказать, что удивительный формат тренировки. То есть сначала предлагается отработать несколько техник, потом бороться, бороться. Между схваткой разбираются некоторые ошибки, некоторые детали поправляются. После этого еще схватки, еще схватки. Собственно, еще две схватки, а потом мы будем... О, уже построились. Я бы хотел не пофилософствовать, но сразу поблагодарить всех, кто пришел. Ребята, вот, сдалека приехали, с Киргизии, там, в других мест. Много все здесь. Скажем, молодцы. Теперь. Следующее. Так, все здесь. Евгений, слесарелка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»